Леонид Васильевич, здравствуйте. Добрый день, Анна. Леонид Васильевич, в этом году профсоюзному движению Беларуси исполняется уже 112 лет. Цифра довольно серьезная, правда? И вот, скажем, в Гомельской области спустя столько лет развития и становления что оно собой представляет? Важный критерий тот, что у нас сегодня порядка 96,4% работающих в сфере производства это члены профсоюза. То есть мы сегодня на определенном этапе являемся той массовой общественной организацией, которая, в общем-то, в трудовых коллективах берет на себя функции, наверное, немножко шире, чем только лишь, вот, предположим, обеспечение каких-то социальных гарантий. Опыт, который накапливается в профсоюзном движении, вы знаете, он сегодня, в общем-то, и востребован нашими соседями. Мы очень много общаемся с россиянами, с российскими регионами, и многие вещи, которые у нас происходят, они, в общем-то, пытаются каким-то образом преломить и применять у себя профсоюзные деятельности. Леонид Васильевич, а как Вы считаете, вот на данном этапе развития профсоюзного движения на Гомельщине, какое из направлений ее деятельности требует особого внимания? Ну, во-первых, мы никак не можем уйти от чернобыльской темы. Она здесь присутствует. Мы в этом плане очень много внимания уделяем благотворительной работе. Второе, значит, все-таки Гомельская область весьма специфична в промышленном потенциале. Судите сами, более 23% промышленного потенциала Республики Беларусь сосредоточено в Гомельской области. И вот это вот создает определенную свою специфику во взаимоотношении профсоюзов с нанимателями, во взаимоотношениях профсоюзов и в поведении профсоюзов в своих трудовых коллективах. Мы не имеем права уйти от тех проблем, которые у вас сегодня существуют. Как бы мы красиво не говорили, но мы сегодня живем в непростое время. И все это требует от нас, профсоюзников, ну такой, понимаете, более активной позиции. У нас, например, есть такая традиция. Уже второй год мы ее проводим очень активно. Средства профсоюзных комитетов по максимуму отдавать на помощь людям. Только в прошлом году было оказано за счет профсоюзной казны порядка 170 миллиардов рублей. И сегодня мы можем привести немало примеров такого серьезного социального пакета в трудовых коллективах. Вы упомянули некоторые хорошие традиции профсоюзного движения Гомельщина. Вот одна из них – это чествование людей, которые добились значительных успехов в трудовой деятельности. Вот в этом году, скажите, есть ли какие-то особенности в проведении этого чествования? Мы уже не первый год объявлен такой конкурс «Гомельский мастер». Причем его в республике только город Минск делает и вот Гомельская область. В этом году мы чествовали 160 представителей профессий. Это все профессии, которые есть у нас в области, представлены все регионы. Уникальность вот этого мы впервые издали, выпустили специальный знак. Выполнен, значит, нагрудный знак, герб Гомельской области, и там написано «Гомельский майстер». Вторая у нас есть традиция, и я скажу, что она стала нормой. Мы уже около 10 лет, у нас существует такая традиция. На торжественном собрании областном накануне принимается решение, и более 40 трудовых коллективов и районов заносятся на областную доску почета. Но еще одна маленькая деталь. Все руководство области в лице губернатора, его заместителей по отраслевой принадлежности вручает вот эти дипломы публично. Леонид Васильевич, ну вот вы, как руководитель профсоюзного движения Гомельщины, с какими надеждами, с какими планами встретили этот день? Вы знаете, хотелось бы, чтобы в последующем, в следующем 1 мая, можно было бы доложить о серьезной стабилизации нашей экономики, о решении тех проблем, которые сегодня есть и волнуют наших людей. Почему? Потому что их немало. Я с благодарностью отношусь ко всем нашим людям. Хочется, чтобы было лучше, стабильнее, надежнее для каждого человека. И поэтому мое самое искреннее пожелание всем, наверное, вот, искренне верить в то, что будет лучше. Леонид Васильевич, мне остается только пожелать вам, чтобы все ваши мечты воплотились в жизнь, пожелать вам крепкого здоровья, успеха в работе и во всех ваших начинаниях. Я очень признателен за добрые слова. Одновременно я адресую их вам и, наверное, каждому телезрителю.